В данном видео мы рассмотрим с вами особый тип методов, setter и getter. Данные методы позволяют работать с функциями как со свойствами. И на самом деле вы уже это делали, просто не знали об этом. Мы работаем в специальной папке, как вы видите у нас есть, полняющий FLA файл, а также заранее подготовленный класс. Как вы видите, здесь есть стандартное объявление класса. Мы объявляем класс, мы объявляем его конструктор, все это находится в пакедже. Теперь давайте пойдем на линию времени, и прежде чем перейти к написанию своих setter и getter, нам нужно понять, что это такое. На сцене вы видите черный квадрат. Давайте откроем панель ActionScript и посмотрим туда. Мы с вами обычным образом получаем координату этого клипа через mcx. То есть, заметьте, написав такую строчку, мы получаем координату этого клипа. Но написав такую строчку, то есть присвоив координату, мы ее меняем. Вы могли предположить, что такой синтаксис вы меняете свойства. На самом деле, x это setter и getter. На самом деле, написав mcx, вы вызываете getter. А написав mcx равно 275, вы вызываете setter. getter от слова get получить, получить данные. set от слова установить, установить данные. Таким образом, вы видите, что setter и getter – это такой тип функций, которые позволяют нам обращаться с ними как с свойствами. Благодаря setter и getter написание кода в некоторых местах может быть более удобным. Согласитесь, что вам бы было неудобно постоянно писать set x и указывать здесь значение. А чтобы получить это значение, mc get x. Если бы у нас не было таких функций, как setter и getter, нам бы с вами пришлось писать таким образом. Теперь, когда мы поняли, что такое setter и getter и в чем их преимущество, мы можем перейти к их нему написанию. Давайте пойдем в наш класс. И первое, что мы с вами сделаем, это создадим закрытую переменную, которую будем в дальнейшем менять и получать при помощи setter и getter. Начинаем со слова private, var. Давайте назовем нашу переменную index. Она будет числового типа. Значение по умолчанию будет равно нулю. Первое, что мы сделаем, это создадим getter, который будет возвращать значение этой закрытой переменной. Вы помните, что напрямую к этому значению мы теперь обратиться не можем с линии времени, потому что у нас модификатор доступа private, он закрывает доступ к этой переменной. Но мы можем обратиться к этой переменной путем публичного свойства. Начинаем со слова public, function. Далее вы пишете слово get. Get в данном случае является ключом, который говорит флэшу о том, что это getter. Далее вы пишете index. Далее вы возвращаете число. Эта функция возвращает назад переменную. Внутри функции мы возвращаем эту переменную. Как вы видите, у нас возник конфликт. И флэш нам об этом обязательно скажет. У нас закрытая переменная называется index и свойство называется index. Чтобы этого избежать, обычно программисты в названии закрытых переменных используют нижнее подчеркивание. Таким образом вы облегчаете читабельность кода. Сразу видя нижнее подчеркивание в названии переменной, вы понимаете, что это закрытое свойство. Итак, getter создан. Давайте его протестируем. Давайте пойдем на линию времени. Создадим экземпляр этого класса. И попробуем вызвать индекс. Итак, вы видите, что флэш нам подсказывает название класса. Создаем экземпляр этого класса. И теперь давайте попробуем воспользоваться getter, который вернет нам значение. Как вы видите, флэш нам подсказывает существование такого getter. Как вы видите, чтобы получить значение закрытой переменной, мы можем воспользоваться теперь таким вот образом. Этот синтаксис нам напоминает вот этот синтаксис. Давайте нажмем Ctrl-Enter и проверим, что ошибок нет. Итак, вы видите, что первое значение относится к нашему квадрату, а второе значение относится к нашему тестовому объекту, у которого нет визуального представления. Таким образом, наш getter успешно сработал. Нам удалось получить доступ к закрытой переменной при помощи getter. Теперь мы идем обратно в класс, и наша с вами задача создать setter. Мы начинаем со слова public, потому что эта функция публичная. Здесь мы уже пишем set. И далее мы указываем имя setter. Внутри этой функции мы будем изменять значение нашей закрытой переменной на то значение, которое сюда послали. Вот таким вот образом. Давайте докажем, что наш setter работает, и что мы в состоянии изменить закрытую переменную. Возвращаемся на линию времени, к нашему тестовому объекту. И давайте теперь попробуем изменить индекс этого объекта вот таким вот синтаксисом. И сразу после этого мы получим это значение при помощи getter. Здесь мы воспользовались setter, здесь воспользовались getter. Нажимаем Ctrl-Enter, и вы видите, что действительно его значение изменилось. Таким образом, в этом видео вы научились создавать setter и getter, и поняли, какое преимущество они нам предлагают. Они позволяют обращаться с методами, как со свойствами. В некоторых моментах кода это может быть гораздо удобнее. Например, вы знаете, где это удобнее точно, когда вы меняете координаты вашего объекта. Чем больше будет у вас практики, тем больше вы найдете применений setter и getter.